Девочка-пай Танцы народов Кавказа. Они, безусловно, обладают каким-то волшебным магнетизмом. Но кого могут оставить равнодушными эти четкие движения статных джигитов и мягкие линии величественных горянок? Танцы народов Кавказа. Огонь, экспрессия и невероятная энергия. Все это исполнители кавказских танцев буквально выплескивают со сцены на публику, которая просто купает артистов в овациях. Это чувство хорошо знакомо каждому из танцоров ансамбля Эмеретти. АПЛОДИСМЕНТЫ Каждый из сочинцев хотя бы раз видел выступление этого во многом уникального коллектива. Коллектива образцового и такого любимого в городе Сочи. Сегодня ансамбль танцев народов Кавказа Эмеретти можно без преувеличения назвать одной из визитных карточек курорта. Как гран-при в России мы получили, Италия, Грузия, Анталия. У нас вообще 15 гран-при ансамбль Эмеретти заслужил. В копилке Эмеретти десятки наград. Всевозможные и невозможные из самых престижных международных конкурсов. Ну а все даже самые крупные победы, как это обычно бывает, куются в стенах обычного школьного актового зала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свою историю Эмеретти 15 лет назад начинал именно с этих стен, стен 4-й школы. Тогда художественный руководитель Дмитрий Сахилашвили в Сочи еще никому не был знаком. Но было большое желание творить. Теперь этим желанием он заражает сотни детей. Дядя Дима для детей, Дим Димыч для их родителей. Отца основателя ансамбля любят все без исключения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он строгий, но справедливый. Талантливый руководитель. Требовательный, любит дисциплину. А еще просто обожает детей и боготворит его величество – танец. Для меня это как вторая семья. Для меня тренер дядя Дима – это как для меня второй отец. Вот этому человеку я могу доверить все. Дим Димычу тоже знаем очень много лет и вот пришли именно в этот коллектив заниматься. А Дмитрий, что можете сказать о какого-то... Ой, очень добрый, хороший, душевный человек. Он, несмотря на то, что на нас всегда чуть-чуть кричит, все равно нас очень сильно любит. Мы действительно как одна семья. Это человек, настолько преданный своему делу, настолько серьезно к нему относится, что его просто нельзя не уважать после репетиции, просто на него посмотреть. С каждой репетиции он выходит мокрый. Мокрый. У него от инструмента, а у него мозоли на руках. И это ежедневно в таком ритме он работает уже более 15 лет. Дмитрий Сахилашвили не просто хороший учитель, еще он очень яркая и харизматичная личность. На концерте в честь 15-летия коллектива он и сам вышел на сцену вместе со своими воспитанниками. И это харизма тоже простор для творчества, детского творчества. Тому пример – пародия от учеников на любимого дядю Диму. В ансамбле «Иммерети» танцуют дети с трех лет. Вот это на сегодня самая младшая группа. Они только познают азы танцев и только начинают узнавать и понимать всю их красоту. Хореографы начинают обучение с самых простых движений. Но даже в них уже отчетливо читаются линии, характерные только для танцев кавказских народов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нравится танцевать. Я давно хотела попасть сюда, на грузинские танцы, чтобы танцевать, на концерте быть. И все. Я хочу поехать на конкурс, где все грузинские танцы танцуют, и я тоже. Мне очень сильно нравится. Я очень сильно мечтала танцевать на грузинских танцах и на сцене выступать. А почему ты здесь уже научился? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юным артистам пока трудно говорить, за что они любят имереться и почему хотят танцевать. Но красноречивее всяких слов за них говорят глаза. Они горят, как только начинают звучать абхазские, грузинские и армянские мелодии. А руки и ноги начинают правильно двигаться в такт этой удивительной музыки. Я очень люблю детей и очень к ним расположена с открытой душой. И очень рада, что взаимность у них такая же мой ответ. Поэтому мне не сложно. Наоборот, с ними я люблю заниматься, именно с детьми. От них другая энергетика. Им показываешь одно, они могут это не сделать правильно, но на их взгляды, как они стараются это повторить за тобой. Ну, это для меня большая ответственность, потому что мне нужно их вырастить, вырастить правильно. Они дети, они начинают это с ошибок, но я хочу, чтобы в них был основной фундамент, чтобы им потом, в дальнейшем, было уже легко танцевать и схватывать все элементы танца. У меня танцуют двойняшки. У нас кавказские танцы в крови, у нас папа-дагестанец. И нам очень нравится. Мы везде выступаем. Очень нравится. И хореограф, и Дима, и остальные хореографы. Нам очень нравится. Ребенок с удовольствием второй год уже ходит на эти танцы, потому что дедушка у нас в Грузии, мы армяне. И поэтому, конечно же, в крови наши веселые такие азарные, мужские именно танцы. И вот мы и вводим сюда нашего малыша. По-моему, ему тоже очень нравится. И наши хореографы замечательные, держат их в строгости. И у детей все хорошо получается. У меня ходят трое дочерей. Очень нравится. Уже второй год. Все получается. Мы благодарны Диме, Марике за ВАЖИ, за их работу. Я очень люблю музыку. Музыку во всех направлениях. Здесь и любая музыка, не только грузинская. Сами мы армяне, но уважаем любой народ. Любим и почитаем. Почему? Потому что среди всех живем. А музыка для моей семьи много чего значит. Мы – Грузии! А это уже дети постарше. Они уже понимают, что кавказские танцы имеют огромное философское значение. Что здесь каждый поворот руки, каждый взмах кисти и каждый шаг что-то значит. Через танец они познают историю и традиции разных народов и учатся их чтить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ансамбль Эмирети называют маленьким СССР. Дело в том, что Эмирети – коллектив многонациональный. Грузины, русские, абхазы, белорусы, греки, украинцы, азербайджанцы, осетины, арабы. А что вы делаете здесь на репетиции? Растяжку, носок выпрямляю, прыгаем на колени и делаем движения всякие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руководитель хороший, Марийка хорошая, Божийка – все хорошие. Четыре года хожу на танцы. Благодаря этому коллективу я танцую хорошо и встретил хорошего друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что все очень хорошие. Все провели нам очень долгий путь, но я уже хожу сюда. Четвертый год – все супер. Больше всего нравится общение с друзьями. Ну, когда просто сидишь дома, делать нечего, а тут есть друзья. Ну, танцевать нравится. Можешь перечислить, какие вы танцы учите? Грузинские. И адресские. А что больше нравится? Мне адресские. Мне тоже адресские. Я вообще по нации грузинка. Я тоже. Ну, а я вообще, мне сюда захотелось, потому что здесь как-то мне интересно. Мне захотелось. Да, тут интересно. Я занимаюсь недолго, год, даже полтора. Я выбрал танцы, потому что я грузин, мне нравится танцевать, на свадьбах танцевать. Чтобы не просто сидеть. Все танцуют бок о бок. Ведь для них Эмеретти – не просто ансамбль. Дети признаются – это их ни много ни мало семья. Здесь все дружат, дети между собой дружат, также родители между собой дружат, очень дружный коллектив и также хореографы дружные. Я хожу на танцы только год, но за это время ансамбль стал моей семьей. Я действительно люблю каждого из этого ансамбля и также хореографов. Я очень им благодарна за то, что они так тепло нас принимают. Каждая репетиция для меня – это огромная радость. Я с радостью прихожу в этот зал, уходить отсюда мне не хочется. Поэтому говорю спасибо большое нашим хореографам. Именно дружба народов, говорит Дмитрий Сахилашвили, – это одна из главных задач коллектива. А еще желание приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительность стала неотъемлемой частью жизни Эмеретти. Ансамбль не раз проводил благотворительные концерты, а все собранные средства направлял на помощь детям, нуждающимся в срочном лечении. Так, например, когда-то городская лига женщин «Мост Добра» помогла танцорам купить концертные костюмы. После в коллективе решили, будут перечислять средства в фонд этой благотворительной организации. А эти кадры были сняты в грузинском Кутаисе. Там Эмеретти принимал участие в благотворительном концерте в поддержку фонда, который помогает нуждающимся, в том числе инвалидам. Дмитрию Сахилашвили вручили орден за участие в этом большом и важном проекте. Человека окрасят его поступки. И чем больше он совершает добрых дел, тем больше о нем остается в памяти, сердцах людей. Мне дали ордер в грузии, который проводил там губернатор в Кутаисе. Это фонд, который я открывал от Сириакии, которыми мы в Кутаисе вместе танцевали, общались друг с другом. Они позвали меня. Этим летом ансамбль Эмеретти был дважды на конкурсах в Грузии. Первый организатором которого стал Санкт-Петербург – Международный фестиваль Гамарджоба Тбилиси. Там Эмеретти стал лауреатом первой степени и был удостоен денежного приза. А еще в июне Эмеретти пригласили на первый международный фестиваль хореографии и фольклора «Факел мира». На конкурс в Тбилиси приехали коллективы из 11 стран. Он проводился под эгидой ЮНЕСКО и при содействии национальной филармонии. Там ансамблю из Сочи вручили гран-при. Три года подряд мы, конечно, в Грузию выезжаем, но этот год для нас был каким-то особенным в поездке в Грузию. Мы танцевали, это для нас достижение, мы танцевали в филармонии. Это как, не знаю, Большой театр Москвы, если сравнивать, на том же уровне филармонии. Наши дети очень переживали. И именно в тот момент я поняла, что мы все равно чего-то достигли. То есть за 15 лет нашей деятельности мы достигли того, что мы танцевали на уровне с профессионалами. И это были очень большие овации. Президент ЮНЕСКО нам подарили, взяли первое место, гран-при и золотой медаль. Это заслужили ансамбль. И Мерети, если есть возможность, старается всегда помогать нуждающимся в их помощи. Возможно, именно поэтому город никогда не отказывает коллективу в те моменты, когда поддержка нужна уже им. Например, в организации поездок на конкурсы. Ближайшая мечта – фестиваль «Москва верит талантам», который пройдет в столице в январе. Управление культуры, управление образованием и лично его начальник Ольга Медведева всегда помогают ансамблю, постоянному участнику всех самых значимых городских мероприятий. В стороне не остается и Центр дополнительного образования хоста, и его руководитель Карина Челокян. Ансамбль Мерети на самом деле является практически визитной карточкой города, потому что это, наверное, один из немногих ансамблей, который узнаваем далеко за его пределами. И именно эти ребята и руководитель являются достойным украшением любой сцены. За последние несколько лет они выступали на больших сценах Испании, Италии, Грузии. И сегодня очень многие коллективы, которые празднуют даже свои юбилеи, считают просто своим долгом и честью пригласить ансамбль Мерети к себе в гости. Что можно пожелать такому замечательному ансамблю? Только развития еще большего, чтобы воспитанники прославляли не только сам ансамбль и Дмитрия Дедимовича, но и сами становились хорошими хореографами. На сегодняшний момент такие уже есть. Вообще Мерети можно назвать целой династией. Вот, например, хореограф ансамбля Марико, дочь Дмитрия Сахилашвили, уже прочно связала свою жизнь с танцами. В 2008 году она открыла уже свой коллектив «Колхида». Уже тоже достаточно известный и не менее узнаваемый. «Колхида» 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 То, что танцы для каждого, кто причастен к ансамблю, это не просто неотъемлемая часть жизни, а порой и сама жизнь, подтверждает и тот факт, что те, кто когда-то танцевал в Мерети, сегодня отдают сюда уже своих детей. Ну а еще ряд выпускников ансамбля сегодня руководят его филиалами в Кудепсте, в Ардане, в Дагомысе. И таким образом коллектив сегодня насчитывает более 600 человек. И каждый из них доказывает, танец сближает абсолютно разных людей, сближает разные религии, культуры, народы и разные страны. «Колхида»